Женская природа снаружи очень мягкая, подвижная, нежная, изменчивая. Женщина легко приспосабливается к любой обстановке, если она хочет этого. Она может легко влиться в структуру любой социальной среды, группы. Допустим, она переезжает в другую страну и легко адаптироваться к этой стране с точки зрения общения, отношений. Я, допустим, учил английский язык, у меня жена такая, ну-ка, да, она начала говорить по-английски, там, слово произносить. Я смотрю, она произносит как англичанка уже. Вот у женщины такая адаптационная функция очень сильная, а я никогда так не произнесу, потому что у меня нет такой силы. Ну, то есть, женщина снаружи очень подвижную психику имеет, способную адаптироваться. У нее характер приспосабливаемый ко всему, то есть, она способна, как бы, понять обстановку, среду, в которой она находится, ее принять. Но внутри женщина имеет характер очень трудноменяемый, трудноподвижный. Он у нее очень стабильный и четкий. И психика женщины требует очень четких руководств к действию всегда. Ей нужна полная схема жизни со всеми правилами и предписаниями. Поэтому девочек в школе надо учить так, что ей надо все разжевывать, говорить, как правильно, вот так, вот так, вот так. Она, когда всю схему узнала, она дальше в совершенстве ориентируется в ситуации и легко действует внутри этой схемы. Поэтому в тех случаях жизни, когда требуется четкое руководство к действию и точное какое-то действие, правила какие-то, то женщина в этой среде бесподобно действует. То есть женщина всегда, когда есть инструкция, она четко все выполняет. Вот, допустим, преподаватель в школе. Это женская профессия. Если, допустим, четко инструкции расписаны, как преподавать урок, женщина все в деталях изучит это все и великолепно будет преподавать. Но мужчина совсем другой характер. Ему нужно лезть туда, где неизведано. Ему, он не хочет инструкции исследовать, он хочет ее понять. Женщина понимает все, следуя инструкции, а мужчина понимает все, нарушая инструкцию. Ему нужны, как бы, новые какие-то горизонты в жизни. Ему нужно пробовать то, чего никто не пробовал. Он революционер по природе мужчина. А женщина, она педантист по природе. То есть она делает все так, как положено всегда. Поэтому даже в семейной жизни мужчина должен русло очень четко очертить, как бы, куда течь женщине, чтобы она, ну, как бы, чувствовала себя свободно, потому что все определено, все понятно в семейной жизни. Но если мужчина нарушает правила, допустим, он говорит, за поворотом река будет течь так, она поворачивает, а там, бац, и не так. И она в шоке. Потому что женщина должна четко понимать, мужчина должен четко женщине гарантировать, как будет проходить жизнь. Тогда она чувствует себя очень комфортно. Но если есть какие-то нарушения этих гарантий, даже пускай не по воле мужчины, не по его вине, то тогда женщина чувствует предательство, она чувствует, что ее предали. Но при этом сама женщина никаких гарантий давать не может. Вот такое противоречие. Она требует от мужчины слова и всегда указывает ему на это слово. Но если мужчина говорит, ну, ты же говорила тоже, ты же говорила, она говорит, ну, я женщина. Ничего страшного, я говорил, не говорил, от этого ничего не меняется, все. Она говорит, я женщина. Она обязательств не берет. Но при этом у нее есть природные свойства, у нее есть стабильность внутри очень сильно, допустим. Поэтому женщина, она верна по природе, верна, стабильная. У нее характер очень твердо следует определенным рамкам, нормам. И в целом у женщины характер не склонен к деградации. И не склонен также к прогрессу, к сильному. Он остается в определенной паре. Это не значит, что он не меняется. То женщина может улучшать себя, меняться. И может также деградировать. Но и то, и другое у женщины происходит медленно и быстро. Но снаружи женщина очень легко может поменять себя и свою жизнь. Если говорить об образовании, женщина в два раза быстрее усваивает материал. И в два раза быстрее практически его воплощает, чем мужчина. Но потом ей также в два раза тяжелее удержать все это внутри себя. То есть она может отвлечься от этого и потерять знания. Она быстро усваивает, быстро теряет. С точки зрения внешнего восприятия. А с точки зрения внутреннего, ей внутри у себя очень трудно чего-то добиться в жизни по отношению к себе. И потом это сохраняется надолго. Но у мужчины все наоборот. То есть мужчина, он снаружи, ну в поведении, то есть в поведении женщина гибкое. А мужчина в поведении очень костный. Мужчине очень трудно поменять свое поведение. А женщине трудно поменять свой характер. Поэтому когда мужчина и женщина встречаются, женщина скрывает свой характер. Неосознанно. Она не показывает свой характер. Все женщины, когда встречаются, они какие? Все такие нежные, ласковые, такие добрые, все классные. Вот это так действует энергия любви. По влияниям любви женщина такой становится. Любая. Но мужчина должен строить отношения с женщиной на дистанции, чтобы узнать ее характер. Она должна раскрыться. Покапризничать должна. Ну как бы он должен понять, потянет он ее характер или нет. Сможет он с ней справиться или нет. Потому что характер женщины по-любому сильнее, чем мужчины. Женщина внутри тверже, чем мужчина. По-любому. Если мужчина чувствует, что тянет как бы нормально, то можно замуж брать. А женщина должна узнать привычки мужчины. Они трудно меняемые. Допустим, женщина встречается с мужчиной, она должна понять, что у нее за привычки. Пьет, не пьет. Гуляет, не гуляет. Работает, не работает. Летяй, не лентяй. То есть, какие привычки. Как он себя ведет в социуме. Должна узнать. Если она не узнала, вышла замуж, потом эти привычки начинают ее убивать. То же самое, мужчина не узнал характер женщины. Этот характер начинает его убивать. Привычки мужчины поменять очень сложно. Даже самому мужчине. Характер женщины поменять очень сложно. Даже самой женщине. Запомнили? Женщине привычки свои поменять легче. А мужчине легче поменять свой характер. Вот, допустим, у мужчины есть характер. Он, допустим, обидчивый, да? Или там гневливый, там, как угодно. Характер какой-то у него есть. Женщина, ну все, с таким характером я жить не буду с человеком. Она не понимает, что у мужчины характер может поменяться полностью. За два-три года он станет другим совсем. Мужчина перестанет гневаться, станет смиренным, по-доброму себя вести. Но привычки его и поменять ему все равно будет очень сложно, несмотря на то, что его характер стал хорошим. У него все равно тянет по бабам, если его тянет с молодости. Вот, или там выпить тянет, если его тянет. Это уже изменить мужчине в себе очень сложно. Привычки. Но женщине свои привычки изменить очень легко. Допустим, она гулящая была женщина, стала не гулящей. Но обидчивость свою, ей она не уберет практически за всю жизнь. Или, допустим, женщина обидчивая, дичевая, или очень чувствительная, там, чуть не так она, ой, я не могу перенести. Или, допустим, она болезненная, там, постоянно, то есть, больная такая. Чувствия, ой, я болею, все. Или ленивая, допустим, и она не может, там, себя заставить что-то сделать. Это естественное проявление характера женщины. Характер. Ой, Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте вы меня. То есть, характер. Она сама себя не может успокоить. Потому что характер у женщины очень сильный.